Факты в лицах продолжает эфир Тагил ТВ. Сегодня поговорим с заместителем главного врача Нижнетагильского филиала Центра гигиены и эпидемиологии Ириной Забужанской. Ирина Алексеевна, в стране фиксируется рост заболевания коронавирусом. С чем эпидемиологи связывают возвращение опасного заболевания? Да, действительно в стране отмечается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекции и Свердловская область, как и Нижнетагил, не исключение. Так, по состоянию на 37-ю неделю в Свердловской области зарегистрировано 331 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией и преобладающим штаммом остается омикрон. Рост по сравнению с прошлой неделей мы связываем с сезонностью заболеваемости, потому что коронавирусную инфекцию уже принято относить к сезонным респираторным вирусам. Конечно же, в этот осенний период регистрируется подъем заболеваемости и другими респираторными вирусами, такими как грипп, риновирус, ОРВИ. И это связано в первую очередь с изменением погодных условий, с тем, что люди возвращаются из отпусков, коллективы детские снова объединяются, и люди много проводят времени в местах общего скопления людей, в организованных коллективах, где идет обмен инфекцией. В некоторых регионах вновь вводится масочный режим и развертываются ковидные госпитали. При каком условии это может вдруг произойти в Нижнем Тагиле? Ну да, действительно, если вспомнить, когда у нас был массовый подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией, были дополнительно открыты госпитали ковидные, так называемые, развернуты дополнительные койки. Все это делалось с целью для того, чтобы разграничить потоки заболеваемости разными инфекционными заболеваниями и не допустить развития заболеваемости внутри лечебного учреждения, так называемой, внутри больничной инфекции. Конечно же, сейчас в настоящее время ситуация стабильна, и если она будет коим образом разворачиваться в не лучшую сторону, то о развертывании кое-как ранее будет уже принято решение на уровне Министерства здравоохранения. То есть у нас есть специально согласованные планы по развертыванию, которые утверждены, поэтому если, не дай бог, ситуация будет, то уже будем действовать в соответствии с планом. Конечно же, для того, чтобы сейчас не было ситуации неблагополучной, то проводятся дополнительные профилактические мероприятия. То есть у нас массовая вакцинация идет, это у нас введен дезинфекционный режим в учреждениях, в местах массового скопления людей также проводится дезрежим. И вопросы профилактики и ситуации еженедельно рассматриваются на штабах в администрации и вводятся какие-то определенные корректировочные мероприятия. Если мы говорим о масочном режиме, вы еще спросили, то в настоящее время такой ограничительной мерой, как масочный режим, не планируется, если для этого не будет серьезных каких-то оснований. В учреждениях, да, могут быть введены ограничительные мероприятия локального характера, то есть на определенный период, это уже в зависимости от ситуации в каком-либо учреждении, детском саду, либо школе и так далее. Чтобы не заболеть, нужно соблюдать профилактические меры и избегать массового скопления людей, мыть руки с дезсредствами, не касаться рта, носа и так далее. Кроме того, регулярно очищать поверхности, стола и гаджеты, про которые мы все время забываем. И никто не отменял проветривание помещения. Давайте теперь поговорим о вакцинации от коронавируса. Можно ли по-прежнему ставить прививки? Какая наиболее действенная защитит от болезней? Ну, если говорить о вакцинации против коронавирусной инфекции, то многолетний, да, уже опыт доказал, что вакцины работают и вакцинация, она должна быть, необходимо прививаться. По итогам работы, которая была проведена, да, в предыдущие подъемы заболеваемости, то есть у нас была масса вакцинации против ковида, да, вспомните, активно население прививали. И у нас благодаря этому образовалась достаточно большая иммунная прослойка, да, плюс, к сожалению, многие переболели, ну, тоже так называемый коллективный иммунитет. Поэтому говорить сейчас о массовой вакцинации мы не говорим. Ну, действительно, то есть в ближайшее время вакцина, планируется поступление вакцины «Спутник Ви» в учреждение нашего города. О том, какие будут группы риска в первую очередь прививаться, это уже будет с поступлением вакцины. То есть всё в зависимости от того, как будет разворачиваться ситуация. Если же мы говорим о том, что нужно прививаться сейчас, то есть да, прививаемся против гриппа. В принципе, группы риска, что по ковиду, что по гриппу, они практически идентичны. То есть да, у нас в категории часто длительно болеющие в первую очередь прививаются. Люди с хроническими заболеваниями, лица пожилого возраста, медработники и работники образовательных учреждений. То есть те категории лица, которые наибольно подвержены у нас каким-то либо респираторным заболеваниям. Поэтому, да, как вакцина будет, пожалуйста, людей будут приглашать активно на вакцинацию. Осень – это традиционное время для заболеваний гриппом. И ОРВИ, какая обстановка в Нижнем Тагиле по этим двум? Ну, хотелось бы сказать, что на базе нашего центра генопедемиологии у нас проводится еженедельный мониторинг по респираторным вирусам. То есть мы обследуем как здоровых людей, так и заболевших. И выделяется риновирус, то есть это сезонный вирус. Поэтому уровень заболеваемости в целом респираторными инфекциями, он у нас на уровне среднем многолетнего. То есть каких-либо превышений мы не отмечаем. Ну, опять же, для того, чтобы было все стабильно, да, в первую очередь хочется напомнить, что группа риска у нас по респираторным вирусам в том числе – это у нас организованные дети, да, то есть школьники, и также дети дошкольных образовательных учреждений. Поэтому меры профилактики, которые в организованных коллективах, то есть это своевременное у нас, да, разобщение детей, если у нас есть ситуация в классе, либо в группе, оно в первую очередь для того, чтобы не допустить распространения. Поэтому, да, на карантин закрываются группы, классы. Ну, это как бы одна из мер профилактики, которую необходимо проводить. Необходимость вакцинации от гриппа. Есть ли смысл надеяться на свой иммунитет или лучше все-таки привиться? Ну, я думаю, что по вакцинации по гриппу, так же, как за ковид, да, прививаться необходимо. Грипп, тем более, да, вакцины от гриппа, мы про них давно все знаем. Прививаться нужно ежегодно, то есть потому что каждый год у нас штамм меняется, да, и вакцины, которые нас прививали в прошлом году, иммунитет держится от 6 до 9 месяцев, поэтому в преддверии сезона прививаться необходимо. То есть прививаться против гриппа у нас с сентября по середину ноября. Соответственно, если мы говорим о том, что сейчас у нас выделены в лечебных учреждениях нашего города, у нас вакцины это Сави Грипп, это трехвалиентная вакцина, и ультрикс квадри, это четырехвалиентная вакцина, то есть она более, скажем так, содержит большее количество штаммов, чем Сави Грипп. Ну, и та, и другая они себя давно зарекомендовали. То есть у нас в целом прививается по Нижнему Тагилу за сезон порядка 200 тысяч человек. И у нас не было зафиксировано, то есть каких-либо нехарактерных реакций на прививку. То есть, соответственно, да, небольшое повышение температуры, там покраснение, это стандартная как бы реакция. И хочется сказать, что многолетний опыт показывает, что у нас не привитые люди, они в 17 раз чаще болеют, чем привитые. Поэтому прививаться необходимо и о том, какой вакциной вы прививаетесь, это нужно заранее все равно обдумать, да, то есть все прочитать, и вы для себя должны принять решение. Потому что вообще, то есть мы говорим сейчас, грипп, массовая вакцинация, конечно, это большая работа и в лечебных учреждениях, и работодатели, да, активно прививают своих людей. В любом случае, если вас привили, то необходимо помнить, да, что после вакцинации у нас сразу иммунитет не вырабатывается, да. В течение двух-трех недель мы все равно избегаем каких-то массовых мест, где много людей, да, ну и, соответственно, ведем здоровый образ жизни. А можно ли прививаться одновременно от коронавируса и от гриппа, или лучше все-таки развести это на разное время? Ну, вообще, то есть у нас есть национальный календарь прививок, да, календарь прививок по эпидпоказаниям, который, в принципе, не ограничивает введение нескольких вакцин одномоментно в разные участки тела. Но если мы говорим о ковиде и гриппе, то такое тоже есть, это можно. Но в любом случае, возможно ли одномоментная вакцинация, то есть одномоментно, это не то, что в один день, да, в одно и то же время, в этом случае все равно должен принять решение, в зависимости от того, да, каких-то особенностей организма человека. Ну, тем более, да, если мы вспомним о том, что сейчас, к сожалению, пока вакцины против ковида еще у нас не поступило, мы активно прививаемся против гриппа, и через месяц, пожалуйста, прививаемся против ковида. Ирина Алексеевна, и в конце программы еще один вопрос, ой, перед последним вопросом. Казалось бы, сезон клещей вот закончил, но тагильчане обращают внимание на вновь появление этих кровососущих. С чем связана их поздняя такая активность? Ну, да, клещи атакуют. Значит, действительно, сезон клещевого энцефалита, он еще у нас есть. То есть у нас вообще клещи, они на Урале трех видов у нас существуют. И последние годы мы начали наблюдать такой вид, как вид Дермоцентес. То есть это клещ, который любит более теплую погоду. То есть он активно в более южных регионах присутствует. Ну, сами видите, что погода у нас благопрепятствует, да, слава богу, золотая осень тому, чтобы клещи у нас продолжали свою активность. То есть погода для них плюс 10, плюс 25 самая оптимальная. Соответственно, люди еще активно ходят в лес, да, активно на садоводческие участки ездят. Поэтому сезон пока есть. О том, как он будет завершен, мы об этом сообщим администрацию. И уже на сайте администрации можно будет об этом узнать. Поэтому о мерах профилактики помним, когда ходим в лес. И последний вопрос. Роспотребнадзор приглашает жителей на диктант здоровья. Вообще, что это за акция и как принять в ней участие? Ну, да. Диктант здоровья – это, скажем так, одна из мер санитарно-просветительской работы со стороны Роспотребнадзора. И, соответственно, этот диктант проходит среди учащихся старших классов с 25 по 30 сентября. Там определенные области, так называемый, пилотный проект, в том числе и Свердловская область. То есть определены определенные школы, классы, которые пишут этот диктант. Там вопросы, касаемые непосредственно здорового образа жизни, гигиены, санитарии. То есть такие общие вопросы, на которые, в принципе, каждый школьник, я думаю, который знает, читает, он спокойно ответит. Но также и мы с вами можем спокойно пройти этот диктант для того, чтобы проверить свои знания в плане, как правильно мыть руки. Заходите, пожалуйста, на санитарный щит, набираете, активизируетесь, заходите на диктант здоровья и для себя все вопросики прорешиваете. Ну, я думаю, что наши школьники, первые диктанты, которые написаны, они показывают, что, к счастью, они знают, наверное, гораздо иногда даже больше, чем их родители. Поэтому нужно всегда помнить о том, что лучше предупредить заболевание, чем дать ему какие-то развиться. Ирина Алексеевна, спасибо, что были у нас сегодня в студии. Спасибо за ответы на вопросы. Пожалуйста. Это была программа «Факты в лицах». Сегодня говорили с заместителем главного врача Нижнетагильского филиала Центра гигиены и эпидемиологии Ириной Забужанской. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok